МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 29-летний ангарчанин обманул более десятка автовладельцев. Под вымышленным именем он снимал гаражные боксы под автосервис, привлекал клиентов низкими ценами и брал предоплату за услуги. Когда были переданы автомашины потерпевшими гражданин УП, последний получил от них сами транспортные средства, ключи от автомашин, в некоторых случаях новые детали, которые требовалось установить на их автомашины, после чего, получив уже деньги, иногда и полную стоимость ремонта, которую они обговаривали, он скрылся. Общая сумма ущерба составила 175 тысяч рублей. Действия афериста квалифицированы по статье «Мошенничество». Двоих ангарчан задержали инспекторы ГИБДД. Злоумышленники пытались слить бензин из автомашины, припаркованной в одном из дворов. Сообщение об этом в дежурную часть поступило от очевидцев. В ночь на 21 ноября 2016 года в ходе патрулирования сотрудниками ДПС УМВД по городу Ангарска в 32-м микрорайоне были задержаны двое жителей города Ангарска при попытке хищения горючих смазочных материалов с автомашины отечественного производства. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводится проверка, а также данные лица будут отрабатываться на причастность к аналогичным преступлениям. Водитель большегруза заявил об ограблении на федеральной трассе между Иркутском и Ангарском. Мужчина лишился 10 тысяч рублей из-за двух женщин. В ходе планомерной работы дознаватели выяснили, что доверчивый шофер показал пачку банкнот. Женщина быстро выхватила часть из них и незаметно передала своей подруге, ожидавшей неподалеку. На требование владельца купюр вернуть ему деньги злоумышленница заявила, что отдав ты только в том случае, если в качестве благодарности получит тысячу рублей. Вновь поддавшись на уговоры незнакомке, дальнобойщик передал ей эту сумму. После чего обе гадалки со всеми деньгами потерпевшего скрылись в неизвестном направлении. Подозреваемые задержаны. Уголовное дело по статье «Грабеж» заведено на одну из женщин. Ей грозит срок лишения свободы до четырех лет. Инспекторы ГИМС на этой неделе начали акцию «Безопасный лед». Ее цель – предотвратить несчастные случаи на водных объектах. На данный момент нами уже составлено в преддверии этих выходных одно выменяется на предписание, направленное на главу письмо об установлении дополнительных формационных знаков. Так как имеется уже в период патрулирования, мы уже выявили два схода. Это у нас 189-й микрорайон, имеются выходы на лед граждан и микрорайон Старицы. Вы смотрели оперативные новости в эфире телеканала «Актиз» по понедельникам и на сайте актиз-тв.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова